с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 21 сентября международный день мира он объявил этот день днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов также сегодня отмечается день победы русских полков в куликовской битве а также всемирный день русского единения пока это неофициальный праздник но идею его отмечать подхватили представители русской диаспоры любители русской культуры уже в 35 странах символом дня стала русская березка у родившихся 1866 год в этот мир приходит герберт джордж уэлс английский писатель один из родоначальников научной фантастики автор 40 романов самые знаменитые из которых война миров машина времени человек-невидимка в 1868 году рождается ольга книпер чехова актриса народная артистка ссср жена антон паути чехова а в 1911 году родился марк наумевич бернес советский актер и певец в 1916 году появляется на свет народный артист ссср зиновий герт в июне 41 он уходит добровольцем на фронт был командиром саперной роты под белгородом тяжело ранен осколком танкового снаряда после 11 операций герту сохранили поврежденную ногу которая однако с тех пор была на 8 сантиметров короче здоровой и вынуждала артиста сильно прихрамывать в 1920 году родился ян френкель советский композитор на в 1929 году юз олешковский русский поэт хулиган как его называют некоторые исследователи автор песен например товарищ сталин вы большой ученый и окурочек в 1934 году родился леонард коэн канадский поэт певец и композитор введен канадский музыкальный зал славы награжден высшей наградой для гражданина страны орденом канады нередко песни коэна звучат фильмах например в культовой ленте оливера стоуна прирожденный убийца 1936 году родился юрий лужков на протяжении 18 лет с 92 по 2010 он занимал пост мэра москвы 6 июня 1992 гавриил попов уходит в отставку и лужков назначен мэром столицы за время пребывания лужкова на посту мэра москва значительно разрослась как важный экономический центр в этот период внешний облик москвы претерпел значительные изменения некоторые из которых имеют теперь собственное название лужковская москва 1947 году рождается ольга остроумова народная артистка россии стивен кинг американский писатель который работает в разнообразных жанрах включая ужасы триллер фантастику фэнтези мистику драму получил прозвище король ужасов продано более 350 миллионов экземпляров его книг по которым был снят ряд художественных фильмов телевизионных постановок а также естественно нарисованы комиксы куда без них в 1950 году родился американский киноактер билл мюри он снимался в картинах туци день сурка охотники за привидениями королевство полной луны и многим другим о некоторых событиях 21 сентября 862 год этот день считается днем начала русского государства по некоторым данным как свидетельство летописцы славяне завоевав самостоятельность из-за междоусобиц и раздоров не смогли установить порядок на своих землях решили найти руководителя извне так на руси стали править три брата варяга рюрик синиус и трувар владения князей простирались от белого озера до эстонии эта часть и была названа тогда руси по имени варяжско-русских князей 1610 год правительство семи боярщины ночью тайно впускают москву польские войска с октября вся реальная власть сосредоточилась в руках военных руководителей польского гарнизона семи боярщина функционировала вплоть до освобождения города земским ополчением под руководством минина и пожарского 1792 год в оставшем париже власть полностью переходит в руки революционеров в связи с чем ими был учрежден новый орган власти национальный конвент который начинает издавать различные законы числе прочих и закон об изменении календаря с этого момента стране отменялся григорианский календарь а все события стали датировать эрой республики появились и новые названия месяцев такие как плювиоз жарминаль фример ван тос и так далее ставьте ударение там где вам удобнее 1904 год срабатывает очередное проклятие семьи романовых у долгожданного наследника русского престола царевич алексея впервые открылось кровотечение болезнь присущие многим коронованным особам гемофилия наследственное заболевание выражающиеся в потере способности крови к свертыванию из-за этого даже при незначительных повреждениях кровь изрань течет довольно долго полностью вылечить это заболевание не удается к сожалению и в наши дни 1933 год в лейпциге начинается судебный процесс над коммунистами которых обвиняют в поджоге рихстага когда в январе 1933 года в германии к власти пришли фашисты они решили раз и навсегда покончить с коммунистической партии германии везде и выставляли как злейшего врага народа с этой целью и был инсценирован нацистами судебный процесс против коммунистов уложено обвиненных в поджоге рихстага в 1937 году выходит фантастический роман хоббит или туда и обратно английского писателя джона толкина это была первая опубликованная работа описавшая вселенную средиземья над которой автор работал более 20 лет она встретила успех у критиков и принесла большую прибыль что побудило издательство попросить писателя предоставьте пожалуйста продолжение коммерческий успех и известность получила продолжение властелин колец несомненно гораздо более мрачное серьезное произведение сравнение с хоббитом в целях согласованности между двумя книгами толкин вносит изменения в текст самого хоббита в начале двухтысячных выйдет и кинотрилогия по произведениям автора 1949 год мао цзэдун провозглашает создание китайской народной республики но еще об одном событии более подробно 1993 год в 20.00 борис ельцин выступает по телевидению с обращением гражданам россии он заявляет что подписал указ номер 1400 по этапной конституционной реформе в российской федерации которым предписывал съезду народных депутатов и верховному совету прекратить свою деятельность указом также вводилась в действие положение о выборах депутатов государственной думы и назначалось проведение в декабре этого же года выборов в новый орган власти страны в ответ на телеобращение парламент принимает постановление о немедленном прекращении полномочий президента ельцина в котором постановляется считать полномочия президента прекращенными с момента подписания указа номер 1400 и признать что вице-президент александр русской приступил к исполнению полномочий президента впереди москвичей ждут драматические события танки и кровь в результате конституционного кризиса погибло не менее 158 человек и 423 получили иные телесные повреждения вот такая она политика с вами был николай пименко в проекте дата